Сегодня в эфире Ньюсейдер Лариса Волошина, наша украинская журналистка, с которой мы поговорим о том, какое значение визит Блинкена имеет для Украины и что из себя представляет современная российская идеология, если таковая вообще есть. Ну а зададим этот вопрос как раз таки в связи с тем, что стало известно о зверствах российских наемников в ЦАР и далеко не только в ЦАР, как мы понимаем, собственно, во всех регионах мира, куда приходят россияне, российские войска, переодетые или кадровые, или там наемники и так далее. Вот во всех этих регионах происходит кошмар. Так вот, какова природа этого кошмара и насколько Запад готов сейчас противостоять этому кошмару из России, об этом наша беседа с Ларисой. Лариса, ну что ж, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И давайте поговорим про то, что сейчас происходит в Украине. Визит госсекретаря Энтони Блинкена и Виктории Нуланд, второго человека в Госдепартаменте. Как вы оцениваете этот визит? Насколько он значим для Киева? Ну, мы видели официальную версию. Офис президента говорит о том, что это исторический визит. И опять-таки мы видели то, как этот визит был спланирован. Для начала Блинкен встретился с лидерами фракций. То есть первая, с кем он встретился, это был не президент Украины, а спикер парламента и лидеры парламентских фракций. Тем самым Соединенные Штаты дают понять, что Украина все-таки парламентская республика и парламентское государство. И речь идет о том, что это такой намек на узурпацию полномочий. То, чем грешит Владимир Зеленский и его окружение. Во-вторых, абсолютно же понятно, что этот визит, он был символичным. Потому что Энтони Блинкен встречался в том числе и с главой Православной Церкви Украины. Буквально неделю назад была встреча, Украину посещал в том числе и Парфоломей. То есть тем самым удается понять, что Украинская Православная Церковь Украины является каноничной и признанной миром. И это такой контртезис, потому что мы знаем, что в Офисе Президента какое-то время было подыгрывание Российской Православной Церкви в Украине. Был фактически заморожен закон, предписывающий поменять название, потому что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата – это неправильное название. Это не Украинская Православная Церковь, она все-таки российская. Учитывая, что часть священнослужителей, членов Синода, имеет отношение к оккупированному Крыму, к оккупированному Донбассу и в том числе и там принимают заседание в Синоде РПЦ. То есть в данном случае Офис Президента заблокировал все законы, касаемые и все новшества, касаемые Православной Церкви Украины. Это продолжалось два года. Мы знаем, что были уголовные дела и судебные дела против священника Православной Церкви Украины, когда, в общем, в принципе, происходила удивительная вещь, когда служители ОПЦМП подавали в суд на громаду, то есть награду на людей, прихожан своих, за то, что они хотели перейти в другую церковь. Церковное здание всегда принадлежит громаде, не священнику и не церкви. Поэтому это было такое принуждение, которое пытались утвердить с помощью судов. И вот визит Блинкина и встреча с Эпифанием, главой Православной Церкви Украины, это тоже такой сигнал, это тоже символ. И мы знаем, что эту встречу, об этом уже написало издание «Религиозная правда», эту встречу пытался сорвать Андрей Ермак, глава Офиса президента. То есть не допустить встречи представителей Соединенных Штатов с главой Украинской Православной Церкви. Это удивительно, это очень удивительно. Потом опять-таки, то, что Андрей Ермак, после того, как были опубликованы пленки разговора с Жулиани, был присутствовал, в общем-то, на встрече с президентом, эта встреча была гораздо короче, чем другие встречи представителей Соединенных Штатов. Это такой тоже вызов Соединенным Штатам. То есть в принципе, что мы видим? Соединенные Штаты демонстрируют, что они поддерживают те общественные и государственные институты, которые созданы за период 2014 года. Мы видим, что Соединенные Штаты выражают поддержку оппозиции. И в первую очередь понятно, что Петру Порошенко, как главе проукраинской оппозиционной партии. Мы видим, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку народу Украины. И об этом же есть заявления и прямые, и кулуарные о том, что будет расширено сотрудничество, поставки оружия и прочие вещи, что Соединенные Штаты считают, что наибольшая угроза для Украины – это с воздуха. Поэтому в этом ключе тоже будут, уже есть сообщения о том, что Украина получит новый договор о сотрудничестве, которое будет по уровню своему как особое партнерство с НАТО. То есть это уровень Израиля, сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Но все это касается народа Украины, парламентаризма Украины, религиозных институтов Украины, то есть всего того, что было создано в период после Майдана и начала российской агрессии. Но то, что сам Владимир Зеленский и его окружение были подвергнуты обструкции, это не вызывает никакого сомнения. Мы все это ясно видели. И как я понял, что Зеленский в последние месяцы старается активно наверстать упущенное. Мы знаем об этом скандале, где администрация Зеленская практически атаковала на тот момент кандидатов президента Байдена. Вот так это получается, что Зеленский хочет теперь, совершая вот такие активные шаги против Медведчука, например, вообще против российских агентов, он как бы хочет, не знаю, может попробовать себя обелить в глазах нынешней администрации, сказать, что я свой, все нормально, мы с вами будем работать. Это больше выглядит как будто фория, потому что да, три канала Медведчука закрыты, но остальные каналы, которые связаны с ним, они работают. Также работает телеканал Интер, главой которого был в свое время Владимир Зеленский. И он, кстати, Владимир Зеленский был главой этого телеканала тогда, когда часть телеканала принадлежала ОРТ напрямую. и эти каналы работают, то достаточно посмотреть просто, как выглядит их сетка, чтобы понять, что это абсолютно, это не просто там пророссийский канал, это российский канал, потому что огромная часть контента там абсолютно российская. Это все бутафория касаемая Медведчука. Потому что на самом деле вот буквально за несколько дней до приезда Блинкина произошла очень некрасивая история. Был атакован Нафтогаз, компания, которой руководил господин Коболев, один из тех, кому Украина обязана победой над Газпромом в международных судах. И для того, чтобы уволить Коболева, не было никаких возможностей, потому что корпоративная реформа, реформа корпоративного управления предполагает, что такими компаниями, государственными монополистами, управляет совет директоров. Это не наблюдательный совет, это что-то типа совета директоров. Там есть представители, безусловно, власти украинской, но есть и много очень международных представителей, которые, в принципе, не дают возможности государству наложить лапу на государственные компании монополистов. В итоге кабинет министров, понимая, что они не могут уволить Коболева с поста, хотя они пытались уже несколько раз, это может сделать только наблюдательный совет, принимает решение, увольняет наблюдательный совет целиком. После того, как наблюдательный совет увольняется, это происходит в один день. Это решение буквально 15 минут разницы. После этого, когда нет наблюдательного совета, кабинет действительно имеет право уволить главу Нафтогаза, они его увольняют, а потом они опять принимают назад весь этот наблюдательный совет. Представьте себе, ну какое свинство, и это все накануне приезда Блинкина. Аналогичная ситуация была с НБУ. Абсолютно отвратительная ситуация, когда после того, как Якова Смолия, главу НБУ, человека, который пользуется доверием МВФ, международных кредиторов, международных партнеров Украины, он был уволен, он был доведен после такого состояния. Он написал заявление об уходе, после посещения Владимира Зеленского, он написал заявление об уходе. После этого были атакованы его люди, это госпожа Катерина Рожкова и господин Сологуб. Против этих людей был просто поток грязи, все инсинуации в прессе, в каких-то сомнительных помойках. После этого за Сологуба и Рожкову вступила СМВС, и после этого, Международный валютный фонд имеется в виду, и после этого они были лишены полностью всех полномочий. То есть номинально их не трогают, но они не имеют никаких полномочий тех, которые, в принципе, от них ожидаются. И вот сейчас уже последняя история, оказывается, Национальный банк Украины, который курирует сейчас господин Кирилл Шевченко, близкий человек, то есть это офис президента, это близкий к президенту человек, опубликовав пару заказов, опубликовав пару заметок о том, что Сологуб, оказывается, было опубликовано видео, где он в стенах Национального банка играет с другим сотрудником в настольный теннис. Ну, стоят такие столы, и люди играют. После работы это происходит в обеденный перерыв, ну, неизвестно. Ну, такая себе вот. Опубликовывается это видео, там утверждается, что эта игра происходит в рабочее время. Я напоминаю, что господин Владимир Зеленский играл в настольный теннис с журналистами, когда давал им интервью. Но здесь, оказывается, по поводу этого, этой публикации, начинается дело, разбирательство. Ну, слушайте, ну, это же отвратительно. То есть то, что происходит, это бесконечные подлоги. И это все разрушение реформы корпоративного управления, в которой очень заинтересованы Соединенные Штаты. Мы видим, что, с одной стороны, президент и его команда делают какие-то демонстративные шаги. А с другой стороны, они просто разрушают всю структуру, созданную в том числе и за деньги Соединенных Штатов. Структуру, которая позволила Украине как государству удержаться после потери части территории начала войны и нарастить свою экономику, нарастить свой потенциал. То есть и эти вещи происходят. И из того, что из тех источников, из тех уже, как бы, информации, которую публикует украинская пресса, говорится о том, что Владимиру Зеленскому было поставлено жесткое условие либо Коломойскому, либо Украине. То есть по-другому никак не будет. Посмотрим, как он себя поведет. Но то, что последние публикации Forbes «Благосостояние украинских олигархов», они показывают очень четко, что сколько нарастил Ахметов – это разы. То есть за год – это миллиарды. Сколько нарастил Коломойский практически в два раза и увеличился его капитал. Это удивительно. Это и есть результат правления Владимира Зеленского. Олигархия, которая вернулась к власти. И понятно, что Соединенные Штаты не будут поддерживать президента ставленка олигархов. Но они ясно будут поддерживать Украину и президента как представителя народа Украины, если он все-таки об этом вспомнит. Да, ну и как я понял, Блинкин напрямую во время этих переговоров с разными лицами неоднократно подчеркивал вот эту проблему, связанную с таким вот неожиданным увольнением главы «Нафтогаза», во-первых. Да, ему это явно очень не понравилось, Блинкину. И он также обращал внимание на то, что у Украины два врага – внешне Россия и внутренне. Это вот как раз вот те самые олигархические кланы. Но мы же понимаем, что олигархические кланы – это действительно целая сеть людей. И, видимо, часть людей вот как раз находится в окружении Зеленского. Ну и сам Зеленский, как следует из ваших слов, ведет себя несколько странно, противоречиво. И даже непонятно, не входит ли он сам в какую-то вот из этих группировок. Или, может быть, его пытаются втянуть в эту, в ту или иную группировку. Вот это тоже очередная вот та информационная пропагандистская обманка, на которую попался украинский народ. О том, что Владимир Зеленский – парень из народа. Он не парень из народа. Как и Андрей Ермак не парень из народа. Это успешный бизнесмен. Если Андрей Ермак был близок к российским фондам, обеспечивающим съемку фильмов на заказ российского государства, то Владимир Зеленский был близок к олигархам и к олигархическим структурам. И руководил телеканалом, доля которого, часть которого принадлежала напрямую российскому общественному телевидению ОРТ. Поэтому это не люди с улицы. Создав себе вот эту иллюзию, такую иллюзию для избирателя. Да, конечно, они вошли во власть. Но то, что сейчас происходит, я не думаю, что это инициатива самого Владимира Зеленского. Но то, что он не препятствует, безусловно, он не препятствует захвату государства олигархическими группами. Опять-таки, олигархические группы, они всегда были связаны с Москвой. В Украине нет олигархов, которые не имели бы отношения к России. Такова структура самой олигархии, созданной. Эта олигархия украинская, она была создана господином Кучмой. Он был арбитром, это его детище. И это все имеет прямое отношение к Российской Федерации. Если Россия не хочет, украинские олигархи теряют все. И они все это знают. Что Пинчук, который зависит от продажи своей продукции в Российскую Федерацию. Кстати, ходили слухи о том, что Медведчук планирует купить медиахолдинг Пинчука. Что Коломойский, человек впрямую, имеющий отношение к Российской Федерации. Потому что пока он изображал у себя доблестного губернатора, в этот момент, ну, ведь российские активы Приватбанка, ну, неплохо же продавались в этот момент. Прошла сделка. Они же были проданы российским бизнесменам. То есть это было, это происходило в 2014 году. То же самое касается кредитных и депозитных портфелей в оккупированном Крыму. Ну, то есть, поэтому говорить о том, что это какие-то оппозиционные России олигархи нет. Это Ахметов, это совсем человек, который дружит со всеми, в том числе и с Российской Федерацией. Они не враги России. И они заинтересованы как раз в том, что в свое время Коломойский, после избрания Владимира Зеленского, рассказал в своем интервью о том, что, ну, надо как-то заканчивать уже все вот это вот. Имеется в виду войну и вообще все вот это. Надо взять там какие-то миллиарды за Крым. И жить дружно, наращивать экономику. Ларис, а вот если подняться на уровень международной арены, вы бы согласились, что с учетом последних шагов со стороны Европы и ее отдельных высших органов власти, такие, как, например, Европарламент, там вот заявления стран G7 и так далее, что вот это все свидетельствует о неких принципиальных изменениях в подходе к России? Или все-таки пока дело ограничивается такой вот жесткой риторикой, но к делам не переходит пока что Запад? Я думаю, что все-таки изменения есть, потому что заявления после встречи G7, они ведь очень четко, или тот же Европарламент, он вообще очень четко дал понять, там четко описано, какие будут санкции, это отключение SWIFT, это табу на продажу энергоносителей и так далее, и так далее, там целый список. Если Россия решится на усиление, на эскалацию, на вторжение в Украину, то есть это четко прямо описано, таким образом Европа никогда не давала понять, что она будет делать, если. Да, у них есть рычаги экономические, и они говорят о том, что они готовы будут их применить. У европейцев явно есть. Они боятся, безусловно, России, они безусловно заинтересованы в каком-то урегулировании этой ситуации, но опять-таки одно дело терять деньги, потому что Кремль вышел из берегов и дестабилизирует международную обстановку, а другое дело стоять на пороге реального европейского кризиса, потому что вторжение в Украину, это усиление военных действий в Украине, это кризис для Евросоюза. И Евросоюз-то понимает, ну, по-моему, даже с вами, Саша, как-то говорили о том, что для России нападение на Украину возможно как гибридное нападение на Европу. То есть, потому что это как раз и есть дестабилизирующий фактор. И, скорее всего, Европа это понимает. Поэтому вот такое вот жесткое заявление. Это вопрос самосохранения. Опять-таки, Кремль пытается играть на своей близости к Китаю, но это тоже очень странная тактика, потому что Китай пугать Европу, пугать Америку, какой-то консолидации, какой-то синергии с Китаем, это смешно. Потому что, ну, в большинстве случаев из того, что пишет американская разведка и от того, что говорят аналитики, западное сближение России с Китаем приведет к скорейшему падению России. И было бы кого пугать и чем. Да. Ну вот вы как думаете, Путин почему на этот раз остановился? Войска часть отвел, там часть значительная причем, да, там говорят, несколько десятков тысяч военных все еще стоят у границ с Украиной. Но, тем не менее, он как-то отступил, пока что не спешит нападать. Почему? Не сложились условия. Потому что эскалация на самом Донбассе и то, что называется восстановление территориальной целостности ДНР и ЛНР, то, что было явно, этот план был на повестке дня, об этом свидетельствует попытка ввести, объединить эти две бандитские структуры и поставить главенство над ними бывшего министра внутренних дел, премьер Януковича Захарченко. То есть этот человек, это уже политик, это не какой-то там Плотницкий, понимаете, это все-таки политик, который глава Министерства внутренних дел, который в свое время половину из чиновников, прекрасно себя чувствующих по контролю Украины территорию, половину из них лично ставил на посты, то есть они ему обязаны. И поставить такого человека возглавлять объединенный ДНР и ЛНР, это явно планы по захвату новых территорий. Этот план был, но это дорого, потому что захват ДНР, ну вопрос, кому делают хуже. Во-первых, мы видели, как консолидировалась общественность на линии размежевания и на уже подконтрольной территории. Например, мэр Славянской обращался к президенту Зеленскому с тем, чтобы ввести военные администрации на линии размежевания, потому что он был не уверен в тех депутатах, как они себя поведут в случае вторжения. То есть очень много людей не заинтересованы, так же как от граждан до чиновников, не заинтересованы в том, чтобы завтра вернулись гиркины с монторонами, никому это не надо. И, соответственно, это очень дорогостоящий сценарий. Ну хорошо, их можно захватить, но и что? Количество пророссийских избирателей значительно уменьшится, доля пророссийских политиков в украинском поле уменьшится. Абсолютно понятно, что после захвата ДНР и ЛНР, так называемой, то есть Донецкой и Луганской области, после этого захвата, ну придется всех этих людей кормить, понимаете? И что дальше? Зато сам этот захват спровоцирует, он фактически будет таким кардланшем, будет такой индульгенцией для проукраинских сил. Это окончательный запрет на пророссийскую риторику, это окончательная просто, ну уже агрессия, возможно, даже физическая, против любого, кто попытается тут рассказать про дружбу с Россией и гражданскую войну. То есть это не в планах Кремля, захват ДНР и ЛНР. Попытка, как нам говорили, один из сценариев захват, например, воды в Крым, Херсонская область. Но об этом может говорить только тот, кто не видел карту, потому что для того, чтобы дать воду, необходимо дойти до Новой Каховки. Это примерно 80 километров вглубь, и это чистое поле. Для того, чтобы... То есть это практически Херсон, это вот линия Херсона. Для того, чтобы захватить весь этот... Ты же не можешь выйти из военной операции, когда выводится зуб, и вот он там стоит вдоль этого канала и охраняет этот канал до места, где этот канал соединяется, условно, с Днепром. Но это невозможно. С одной стороны Мариуполь, где идут бои, где вооружен, где украинская армия, с другой стороны Одесса, где та же история, где стоит Черноморский флот, и позволить себе вывести российскую армию, встать вокруг канала и тем самым создать потенциально котел. А это котел. Но тоже невозможно. Для того, чтобы дать воду в Крым, необходимо захватить целую линию. Понимаете? Вот то, что Путин называл Новороссией, то есть это от, условно, границ с Россией и до Приднестровья. Вот этот вот пояс. На это нет сил. На это у России нет сил. Единственное, чем можно было бы обеспечить подобную операцию, это возобновить там Крымскую весну-2. То есть обеспечить, спровоцировать некую ситуацию в Киеве, в результате которой агентура могла бы там заявить о том, что они сепарируются, о том, что они не признают киевское правительство. Но и такие попытки тоже были. Мы видели, что были суды по Стельненко, где явно была провокация патриотов на выступление. Не получилось. То есть у России не сложились условия. У нее не сложились условия. Они, да, не могут попробовать двинуться там, где есть Донбасс, но это бессмысленно. Это получить еще несколько миллионов фуртов, которые нужно кормить. И абсолютно умножить на ноль всю свою работу внутри украинского государства. Каким-то образом спровоцировать псевдо-сепаратические выступления в Одессе, Запорожье, Херсоне и так далее, ну не получается. Поэтому этот вариант был отложен. А любые другие прямое вторжение, то есть если это не гибридное вторжение, а прямое вторжение Российской Федерации, мы говорили, что России интересна Одесса и ей интересен Киев. Если это уже прямое вторжение, то оно будет, скорее всего, по этим точкам. Потому что иначе, ну я не думаю, что российское общество, российский обыватель готов умирать за какую-то там новокаховку. Это, ну, это что-то как-то необычное. То есть нужны какие-то громкие имена, громкие топонии, скажем так. Да, для того, чтобы российский обыватель это принял, это должно быть громко. И тут, во-первых, реакция мира, конечно, а во-вторых, мы видели реакцию украинцев. Вот, знаете, есть определенный нюанс, который мало учитывают аналитики, анализирующие, да, вот, кремлевскую стратегию. Российский обыватель, да, он отравлен пропагандой, безусловно. Да, они делают вид, что в Украине гражданская война. Но ведь все прекрасно знают, кто воюет в Украине. Ведь для россиян это не секрет, даже для тех, кто это отрицает. Просто это их такой договор. Договор между ними, Кремлем, Галантерийщик и Кардинал. Это такой договор обывателя и Великого Бутина. Да, я, кстати, вот тут хочу просто вспомнить. У меня разговор такой был еще незадолго до отъезда из России в 15-м году. Обычные люди стоят в очереди там в, по-моему, паспортный стол. И там, в общем, самый обычный парень говорит, все же там понятно. Он прекрасно знает, кто с кем воюет. Это просто иллюстрация. То есть, разумеется, россияне поддерживают и не поддерживают этих сепаратистов, так называемых, или вот это вот вторжение, да? Но они прекрасно знают, что воюют там российские войска. Но есть один нюанс. То, через что российский обыватель даже может смириться с колоссальными жертвами. Не проблема. Особенно, когда речь идет о сакральных местах. Поэтому кремлевская пропаганда удрелась даже сию сакральные купили записать. Но есть один нюанс, что российский обыватель не примет никогда. Вся эта пропаганда, она строится на идее солдата-освободителя. Понимаете? Что в Крыму, что на Донбассе. Показывали вот этих восторженных граждан, которые целовали там броню российских танков. И тут вдруг Украина, в том числе Киев, показывает, что какие-то люди, какие-то домохозяйки, священники, все готовы идти и воевать. Российский обыватель не примет идею, он не смирится с тем, что российская армия является захватчиком. Что она карательна. Что российские солдаты убийцы, которые убивают женщин и детей. Это правда. Но это то, чего они не хотят знать. И когда украинское общество, несмотря на то, что президента и глава, и на штаба призывали, не надо создавать какие-то там батальоны, не надо там демонстрировать, что мы готовы к обороне, что мы будем защищаться. Но общество продолжало консолидироваться. И вот этот момент для России неприемлем. Просто неприемлем. Вот это то, что надо понимать. Кремль остановится тогда, когда он будет понимать, что цена жертв. Это же не цена жертв. Они не боятся терять солдат. Они боятся прослыть убийцами. Потому что это будет колоссальное разрушение российского мига о солдате-освободителе. Где все территории захвачены. Все войны на чужой территории. Но почему-то они все оборонительные. И почему-то они всегда защита. Я только хочу понять, а как до российского обывателя можно будет донести тот факт, что российские солдаты пришли не за распятого мальчика мстить, а что они действительно захватчики? Ну, представьте себе, если идут реальные бои, а они идут, например, за Киев. Ну, вот они идут. Да, можно сидеть и делать вид, что ты видишь только ОРТ, но ведь истерика, скандал, вот это вот все. Но это же будет общеизвестным. Это такой момент, который очень сложно переступить. Потому что одно дело уничтожать недовольных где-нибудь в Донецке, делать вид, что это какие-то из Львова наехали. А другое дело перейти на Киев, где люди готовы обороняться, там по дороге во всех деревнях собирают терраборону. Это абсолютно другие вещи. Да, ну и помимо этого, как думаете, вот этот звонок Байдена, санкции, предупреждения, угроза, допустим, вести эмбарго на поставки нефтегаза из России, который сделал Европарламент, вот это повлияло отчасти на решение Путина остановиться и быть осторожным? Смотрите, конечно. Почему? Потому что Путина ведь дали понять не только о том, что будет, какие будут предприняты меры. Им дали понять, что никакие игры в гибридность не пройдут. Что бы ни произошло, виноваты будете вы. Это то, что происходит с минскими соглашениями, то, что команда Зеленского не может понять, что вообще происходит. Потому что в мире минские соглашения, да, безусловно, Россия пытается делать вид, что она посредник, но в рамках этих соглашений она виновна. И никто не пытается делать вид, что это там какие-то Захарченко, Плотницкий, что это они не хотят мира. Нет, Россия, Путин, все. То же самое. Не важно, что будет происходить там на Востоке, не важно, появятся ли сепаратистские какие-то, псевдо-сепаратистские движения на территории Украины. Это все будет приписано России, и вот будут какие-то санкции. Россия дали понять, что мы не будем делать вид, что мы не понимаем, кто это делает. Вот это четко было дано понять. Это раз. А цена очень высокая, потому что для того, чтобы захватить те места, где есть готовность общества к сопротивлению, плюс есть украинская армия. В Одессе, кстати, был на 2 мая колоссальный про-украинский митинг. Люди ощущают опасность и опять выходят. То есть это сложно, это очень много трупов. И это полностью меняет картинку вот этого солдата-освободителя. То есть Россия не может пойти на такие бонусы, потому что им придется каким-то образом объяснять это своим гражданам. С одной стороны санкции, а с другой стороны мы всех захватили, а не освободили. Совершенно другая история. И тогда зачем? В чем профит? А любые гибридные методы тоже не пройдут, потому что мир не готов делать вид, что они не понимают, что это за сепаратистские движения в Одессе и в Херсоне. Тогда давайте посмотрим на чешскую и болгарскую уже недавно. Болгария уже заявила о том, что у них тоже взрывались коды. Вот как эти две истории повлияли на то, что сейчас мы имеем в отношении путинской администрации по всему миру? Вообще это серьезно как-то изменило восприятие России? Знаете, что Чехия, что Болгария. Это странные, если не дружеские России, то очень лояльные России. И ведь чешская история была известна с 2014 года. Да, понятно, там могли быть какие-то огрехи с расследованием, ну какие-то нюансы, мы все понимаем. Но когда лица и сканы вот этих вот Петрова и Баширова в связи с ситуацией в Солбаре стали известны всему миру, и когда Чехия в том числе голосовала за санкции по Солбаре, они не могли не понимать, что эти же красавцы засветились возле чешского оружия. То есть они знали уже тогда, что это были Петров и Баширов, что это была Россия? Ну безусловно, они об этом знали, если не в 2014, что это российская агентура, то когда грянул Солсбери, то, конечно, они об этом знали, они молчали. Почему? Они молчали. И вот сейчас мы видим, что это обнародовано, это такие детективные истории с убийствами, с подкупами, с кучей всяких детективов. То есть даже лояльные России и страны сделали выбор пользу Евросоюза. Зачем нам это говорит? Что реально возникла вот эта ситуация, да, модерна, любая военная ситуация, как это было в период Холодной войны, когда есть мы, есть они, есть свободный мир, есть империя зла и захваченные ею территории. И вот это мы, они, абсолютно понятно, что и Чехия, и Болгария были вынуждены делать этот выбор, и они его сделали. Я думаю, что те процессы, которые происходят сегодня в Европе, в Евросоюзе, их очень сильно недооценивают, потому что для Соединенных Штатов традиционно то, что происходит. Причем там тоже произошли изменения. Если Трамп считал, что Украина это просто какая-то назойливая муха, которая мешает ему договориться с Путиным и тем самым подписать какие-то величайшие соглашения, то для Байдена Украина форпост. То есть он ее так воспринимает, она не проблема, она форпост. Частично захваченный, ну если не пророссийской агентурой и российской агентурой, то полезными идиотами, которые играют в пользу Кремля. И вот так ее воспринимает Украина Байден. Но и то Европа, конечно, радикально поменяла свое отношение, потому что вот перечень тех санкций, которые будут в связи с дорожением, возможным, плюс то, что Чехия вдруг увидела, вдруг признала российскую агентуру, как-то сличила фото, понимаете? А Болгария в том числе тоже откликнулась и подтвердила, что да, действительно, вот были покушения и на болгарских граждан, что да, действительно, вот все так нехорошо. Это все говорит о том, что Путин теряет в Европе своих последних союзников, потому что Европа вынуждена консолидироваться. Вот, кстати, в качестве иллюстрации могу привести такой вот момент. Могу ввести о том, что Еврокомиссия, похоже, будет вводить запрет на инвестиции в европейские компании со стороны некоторых иностранных субъектов, по крайней мере, на период выхода из пандемии, потому что официально причина такая, объяснение вот этому решению, что, мол, просто вот эти подешевевшие компании могут сейчас стать легкой добычей для иностранных каких-то структур. Но понятно же, что под иностранными понимаются конторы, которые, в общем, служат агрессором, служат автократом. Вот этого боятся. Китаю и Россию имеется в виду принадлежащие структуры. Ну и одной из тем, которая обсуждалась, которая интересует Соединенные Штаты, это Моторсич, это как раз попытка китайцев купить стратегическое предприятие авиационное и тем самым подыграть Россию. То есть в данном случае, да. И это тоже очень интересно, что на заседании G7 большая часть, там тоже говорилось про Украину и Россию, но большая часть встречи была посвящена именно Китаю. Ларис, вот тут на днях вышло очень серьезное расследование у французских медиа. Впрочем, они повторяют другое расследование, которое несколько недель назад было проделано экспертами ООН. Согласно этому расследованию, ваггеровцы, то есть вот эти наемники, то есть переодетые российские героушники творят в цар какой-то просто чудовищный ад. То есть они совершают там все возможные военные преступления, ужас, насилие, страх и убийство. Все желающие могут почитать вот это расследование. Ну, в общем, это, по-моему, хуже, чем там фашисты, да, вот во Второй мировой войне. А вообще это как соотносится с картинкой того победобесия, накануне которого мы с вами разговариваем сейчас? Очень такой хороший, глубокий вопрос. Потому что мы привыкли смотреть на сегодняшнюю ситуацию. То есть это такой, да, ремейк противостояния Советского Союза и Запада. В какой-то извращенной форме мы говорим о том, что это кульпа, победобесия. Вот это то, что Сурков описывал, как путинизм на века, то есть тысячелетний путинизм, что это очень напоминает даже не Советский Союз, а Рейх. Но мы часто говорим о том, что современный Кремль отличается от Кремля в периодах Холодной войны тем, что нет идеологии. Это не так. Идеология есть. И одним из таких вот философов, да, идеологов, которых часто цитировал в том числе и Владимир Путин, это Иван Ильин, это основоположник православного фашизма. Именно так это называется. Иван Ильин говорил о том, что если почитать его работы, они были переизданы в России. Очень часто на Ильина ссылаются и российские пропагандисты, и губернаторы. То есть это такой элитарный философ, да, такой основоположник идеологической концепции. Там описывается о том, что придет Мессия, что должен прийти Мессия, который омоет грехи русского народа кровью его врагов. То есть вот это все безумие. Там говорится о том, что средний класс должен быть уничтожен. То есть такая синергия как раз олигархов крупного капитала и плебса. Там говорится о том, что законом есть право, есть единственный закон в этом православном фашизме, это право граждан любить своего вождя. Ну то есть вот это вот, если почитать вот это все, то очень похоже на то, что установлена сегодня в России. Вся эта фантасмагория, она имеет идеологические основы. Даже путинское высказывание о том, что прям абсолютно шахидское, о том, что они все сдохнут, а мы попадем в рай, это вот оттуда. Это оттуда. И поэтому, да, действительно, очень важно, что после того, как это описал Ильина, описал Тимоти Снайдер в своей работе «Дороги к несвободе», он, это фундаментальная работа, где показана как раз идеологическая основа России, современная, идеологическая основа современной Европы, Соединенных Штатов и Украины. Я очень рекомендую ее почитать, потому что она правда очень интересная. Он описывает известные нам события, и Болотную, и Майдан, но с точки зрения идеологии. Любопытно, очень любопытно для того, чтобы расставить все на свои места. Так вот, после того, как это сказал Тимоти Снайдер, вдруг абсолютно очевидно, что это начинает говорить в том числе и та же западная пресса, тот же самый французский СМИ. Разве Франция не знала, что происходит в ЦАР? Прекрасно. Да не только в ЦАР. Ну, не только в ЦАР. Ведь эти же наемники точно таким же поведением, они действуют и на Донбассе, и по всему миру. Вот куда они приходят, они мучают, насилуют, убивают мирное население, грабят, забирают квартиры, бизнесы и так далее. Это все абсолютно одно и то же поведение. И все об этом знают уже много лет. Все прекрасно это знали, но только сейчас это вдруг стало обнародоваться. Это стало обнародоваться как некая такая военная культура, такая фашистская культура нацистская. Но это так. И мы видим, как вот эти все ручейки информации сейчас объединяются. И они все указывают на Кремль, что это не инициатива каких-то частных военных компаний. Понятно, что это Пригожина, это человек близкий к Кремлю. Мы видим, что Беринкет, когда делал расследование у Петрови Башировой, где они находятся, опять-таки указка на то, что они работают в Кремле, что это Кремль. На что Песков вынужден был городить такую несусветную чушь, объясняя, что у нас тут нет отдела спортивного питания. Ну, какой-то, ну, просто идиотизм. Ну, потому что Петров и Баширов в свое время Симоньян сказали, что они работают в компании, там, связанной со спортивным питанием, витаминами и так далее. Ну, тоже такая злая ирония. Они-то работали реально в военно-химическом отделе, да, витамины своеобразные были. Ну, вот Песков сейчас, по сути, он признал-то явка с повинной, таким вот извращенным. То есть, здесь Песков, я бы так сказал, Песков стал еще одним Петровым и Башировым. На новом уровне только. Ну, вот мы говорим о том, что то, что происходит сейчас все больше, что вот эти все античеловеческие приказы, которые отдаются Кремлем, вдруг сейчас в мире стали четко говорить, что это приказы, отдающиеся Кремлем. И уже идет, говорится о том, что это часть российской, нацистской идеологии. То есть, уже мы слышим и идеологическую подоплеку, потому что, ну, православный фашизм, это уже, это уже режим, это уже название режима. Как большевизм, как нацизм, как фашизм, это уже какое-то, это уже название режима, оно уже вот-вот будет озвучено в мире, и мир будет реально понимать, с чем имеет дело. Спасибо вам большое за этот анализ и диагноз, Лариса. Увидимся с вами, я думаю, через несколько недель. Посмотрим, как будут развиваться события. Итак, это была Лариса Волошина. Спасибо ей и вам, дорогие друзья, за внимание и поддержку. Присоединяйтесь к Ньюсейдер на платформе Патреон. Там вы сможете получать дополнительный контент. Ссылки на Патреон и на видео, где я объясняю, почему имеет смысл поддержать Ньюсейдер, найдете в описании к этому видео и в первом комментарии к нему. Ну и там же вы найдете возможность поддержать Ньюсейдер иными способами, в том числе через перечисление биткоинов. Итак, спасибо вам за поддержку. Оставайтесь с Ньюсейдер и продолжайте следить вместе с нами за этими интересными событиями. С вами был Александр Кушнарь. До встречи.